Приветствую, с вами Странник. Продолжаем Алону и Дарк. Так, мы с вами очутились на балконе дома дяди этой дамы. Так, нам нужен ключ. После Дэдстрендинг немножко неудобно, управление непривычно. Так, ну что, побежали. Нам предлагают посетить улицу этого мира, в который мы попали. Так, уже начинается какой-то трэшак. А пройти мы можем тихо? Ах ты, я так еду. Да ладно! Вообще просто жесть какая-то. Я не ожидал, конечно, я хотел по стелсу пройти. Это что за существо? Ладно. Бывает такое. Тормозил я. Я думал по стелсу. То есть мне предложили сразу воевать, да? Замечательно. Силент-хил. А, у нас здесь стена. Ясно. Как-то начал я серию вторую. Не очень хорошо. Мне надо исследовать угол. Этого не может быть. Но я буду ждать вам немного для их увлечения. Я покинулся у меня. Ничего нет. Да, жуткий город. Оружие. Назад. Оружие. А! Я понял. Нормально. то есть драться на f нас патронов то больше не осталось замечательно прекрасно я понял нас на работу отвлекать надо будет кричи зря мы это еще бросаем все здесь зайти нельзя будет войти нигде нельзя да патронов то намного я так не играю так стоп нас так я еще не был там так куда мне идти то есть в этот потом не проверю не там нигде давайте глянем в этих местах ничего мне идти ко мне таки непонятно пока дико Бежим! Я понял. Ешкин матрешкин. Вот это поворот. Нормально так. Проведали угол. Проведали угол. Проведали угол. Проведали угол. Проведали угол. Проведали угол. Я не могу. Я понимаю. Пипец какой-то. Проведали угол. Номерок. И что ты не предлагаешь? То есть труба у нас сломалась. Топор у нас тоже ломается. Может я там чего не забрал? Нет, я вроде бы здесь пробежал, бегом все собираю. Проведали угол. Да. Пугает, пугает игра. Я же немножко волноваться начал. Хе-хе-хе. Я не знал, что они так неубиваемые. Так, с женщинами нельзя. Сюда. Эмили. Ты искал дядю Джереми. А я забыл, привода же нету. Джереми ваш дядя, я не знал. Где ты? Неудивительно. Вы еще работаешь в десерта? Ты еще работаешь в Дерсетто? Да, мы с Лотти решили остаться. Теперь мы настоящие санитары. Помните мои Лотти, да? Сестру. Что случилось, Батист? Почему мы здесь? Вы знаете о темном человеке? Что преследует? Кого? Мне известно, что в психическое состояние что-то не успевает. Мне кажется, мы у него в голове. Эти улицы реально, но их ни на одной карте нет. Как будто ты что-то вспомнил и неправильно вспомнил. Теперь ты знаешь, как попасть обратно в десерта. Здесь опасно. Это верно, подметил мисс Маркус. Не называй меня так. Я мисс Эмили Хартут, и нет причины обращаться ко мне по-другому. Простите, мисс Эмми, просто говорю как есть. Здесь за всех опасно. Зло таится во всеми. Как мне выбраться? Кто знает ли Джереми? Его видят амулет Джуджу. Его видят амулет Джуджу. Ты про этот талисман? Он сам. И ваш дядя говорил, что он его защищает. С момента, когда получил его там от мисс Джексон. Ты знаешь, откуда он взялся? Был там? Было около часа назад. Искал Джереми. Я там все запер, чтобы упыри не проболились внутрь. Вот ключи, если хотите. Да ладно, сейчас я буду бежать и через этих всех упырей. Спасибо. Загляну туда. Берегите себя, мисс. Игра подлагивает немножечко, но уже извините, как есть. Так. Окей. Ключ Батисты. Надо в связке три ключа. Один открывать дом мисс Джексон во французском квартале. Два оставшиеся из Дирсетта. От кабинета администратора и от библиотеки. Так, что у нас валяется? Сохраненная рептилия. Открыть. А что он дает? Хорошо. Сохраненная рептилия. Запретное здание. То есть, ну, это какие-то презенты, которые якобы типа чекпоинтов. Так. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Очень удачная встреча у меня с монстрами. Я все-таки думал, что я буду намного лучше с ними возиться. Я ждал. Ничего там нет. Магазин и лавка. Ты тут останешься? Пока что. Хочу дождаться, как Джереми объявится. Твоя сестра тоже работает с Дирсетта? Угу. Она там-то работу нашла. Все. Все. Еще есть? Будьте осторожны. Хорошо? А то, мисс. Да. Пропустим. Все. А что тут было? Я что-то пропустил. Мне надо бы нажималось. Ладно. Джеофабрик. Так. Двигаемся дальше. Пистолет патронов совсем мало. А где сколько у нас топоров вообще-то? Если топоры заканчивают. Так нечестно. Женщина с топором. Так. Насколько я понимать. Да ладно. Попробуем по стелсу. Ешкин матрёк. Я не хочу. Так нечестно. Легаться. Бежим. Так. Быстрей. 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 Нежно! Да ладно Йоканы бабай Девушки отдыхают Матрёшкин Ну ладно Я пока не понимаю С этим стелсом ничего Иди отсюда На, на Ё-моё У меня так патронов не хватит на всех Жесть какая-то Так а что делать? Блин, отвянь Юда, юда Рыбакит Гори Адским пламенем Давай, давай, беги, беги, беги Беги скорее в талисман Бери, хватай, хватай, хватай Выли точно как талисман Джереми Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Низко вращайтесь. Даже не знаю, какие цифры надо указать. Может, в записке ЖМ есть подсказка? Так. Он мне гадина ударил. Так, патронов не хватит. А где подсказки? Так. Блокнот с записями. Каждая ночь. Так, тут надо как-то стрелками этими. Так, опускаем и тарисман. Слышим, деревом. Бодхин. Тарисман, джин. Средо неясно. Ум. На холму. Так. Тут надо быть очень и очень вниклоть. Собака. Газета. Причины, дочери, полиция, создательство. Сайт Санкт-Петербурга. Лигана Мария. Подождите. Саботаж сообщений. Смейная Библия. Книга-тарисман. Так. Старин тарисман. Назад. Простижение Джереми. Она сказала, что схема тарисмана. Набросок. Тарисман. Черный солнечный камень. Древний инновационный инструмент, который был найден в топе вдоль Байо Тонкре. Старые могилы скрыли нефтянники. И, как говорят, в неделю удался бродящий дьявол и убил не нашедших. Их решили. Причала 358. 358. Так. Хорошо. Тут 8. 3. Вот ориентируется по верхнему или по нижнему. Внизу или вверху. Так. Ладно. Так. Почему не объясняется хотя бы вот до начала? Так. 3. У круга нет 5. 5. Так, что ли? А где 5? Что за картинка показала стекло? Где это? Ну, что за бред? Ну, загадка непонятна, как смотреть на нее. Нам дверь открылась. Рад снова видеть, мисс Хартвуд. Мисс Томпсон сообщила, что вы здесь. А еще сказала, что вы привели с собой детектива. Мне не терпится знать, что вы затеваете. Не помните меня, мисс Хартвуд? Мы встречались в вашем семейном особняке в Хартвуд-листик, когда вашего дядю отдавали под мою опеку. Нет, я помню, простите, что-то мне нехорошо. В таком случае присаживайтесь, я смешаю вам коктейль. Похоже, я не произвел на вас тогда особое впечатление. А вот вас я помню очень хорошо, как и ваших родителей. Из-за нашего раздорного нрава, полагаю. Вы слишком умны, чтобы так думать. Веселье в вашей семье днем с огнем не сыщешь, мисс Хартвуд. Единственное забавное еще в моем мире визите было юной леди предпочитает старомодный олд-фэшент. Как пронисательно. Я должна вас счесть умным или внимательным. Выбирайте сами. Расскажите, зачем вы здесь, мисс Хартвуд, и зачем привели с собой детектива? Я получила письмо от дяди. Он был уверен, что здесь ему находиться опасно. Если узнаю, что вы дурно с ним вращаете, заберу его с собой в Новый Орлеан. Да что вы? Будете жить вместе с вашим крохотом в гнездышке? Хороший способ на себя остаться старой девой? Вы ведь в курсе, что отец никогда не пустит его за порог своего дома? Какой мерзкий человечек. Это не перевод. О, знаю. Уедете с ним обратно на север. Вы уже несколько лет хотите вернуться, правда? Материнская сторона семьи вам всегда больше нравилась. Забирайте Джереми куда он хотите. Я возражать не стану. Только напомню, что если большая проблема, он пропал. Однако, есть один вопрос, как вы могли бы выяснить. Он, в факт, потерялся. Знаете, куда он мог направиться? Боюсь, что нет. Персонал занимается поисками. Уверен, скоро ваш дядя найдется, особенно когда прослышит племянницу, он всегда в душу вас не чает. Дядя найдется, когда особенно прослышит племянницу. Охо видно вообще, белый текст. Что вы думаете о его состоянии? Четкого диагноза так не услышала. Поделитесь своим медицинским мнением. А это врач? Хм, дайте подумать. Он подавленно беспокоен, страдает от беспорядочного восприятия как душевым, так и обычной жизнью. Джереми лично жалует на то, что события развиваются не так, как велит их божественная натура. А темный человек? Можно сказать, является ли он чем-то конкретным? Темный человек для Джереми психологический козел отпущения, на которого можно предложить всю вину. Приложить всю вину. Вы не верите, что темный человек может быть чем-то сверхъестественным? Что за вопрос такой? Я? Разве можно сказать наверняка? Но нет, Джереми ли Джереми зловещие сущности поймите темный человек. Неодержим ли Джереми зловещий сущность? Ну? Поверьте мне, любые уидимые вам доказательства этой теории иллюзия. Не поддавайтесь массовой истерии, мисс Хартут. Вы ведь не хотите занять место дядю лечебницы, правда? Мне пора, доктор. Нужно таскать Джереми. Удачи, мисс Хартут. Если вам явится, я вам дам знать. Мирский тип. Докторишка. Глава вторая. Надо будет тише их речи сделать. Детектив Карнби! Боже, как я рада вас видеть. Думала, вы меня бросили. Пиата, это вы просто взяли и пропали? Мне трудно объяснить. Я будто потерял сознание, будто очутилась где-то еще. Все в порядке, мисс? Вы просто волнуетесь. Нет, это... Я не знаю, что происходит. Вам сейчас очень легко, я понимаю. Нет, вы не понимаете, вы. Сделайте лопатый вдох, сядьте, сигаретку вы курите. Могу даже подбросить вас обратно в Новый Ролиан. Вы только поговорите сначала. Я не успел, я хочу остаться. Я нашла Талисфо, такой же, как и в картинке. Думаю, у меня получится поднять, находиться Тайролла. Если хотел попасть к Джереми. Главите, хотел попасть к Джереми. Вы молодец, постарайтесь не попасть в беду, хорошо? И доверите расследование мне. Как они быстро тексты тут просто пролистывают? Я не страшна с ума, дедатив. Пока еще. Ладно, до скорого. Найдите астрономические сети, которые упоминаются в блокноте. Найдите, где-то так, зоноткать между французским кварталом и Дирсет, и вот, как он странно в ином мире. Например, Тайролли, который описал в своем блокноте, сидит он у меня был, мои поиски границами Дирсета, я у меня не ограничился. Не могу прочитать нормально, быстро. Так. Нам бы желательно вообще помыться после такого путешествия. Так, давайте мы, знаете, что сохранение сейчас сделаем. Подсказка. Пол, вы были правы насчет пластин на котле и на часах. Их повредили намеренно, и, кажется, я знаю, кто это. Это связано с приступами Джереми и его исчезновением по ночам. Сейчас важно, чтобы вы начали искать любые куски. Я хочу понять, получится ли починить пластины. Дайте знать, если найдете лотти. Сказать лотти, чтобы осмолелы колодец в огороде. Окей. Посмотрим. Так. Ключ. Ключевой предмет. Ключ от комнаты номер 6. Хорошо. Подсказка. Сведения о работниках доктора Эмили Грей, главный врач, полуадминистратор, Томпсон, Джан Батиста Барсанитаршал, ттп, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Короче, понятно. Но нам это не столь важно. Подсказка. Я увидел вашу записку о котельной. Знаете, что мистер Ченс не вернется? Я и сам не должен был здесь быть здесь. Но вы можете взять вентиль из винного погреба, если хотите остановить вырывающийся наружу пар. Вырывающийся наружу пар. Будьте осторожны. Да. Когда начинаю спешить при чтении, всегда читаю очень плохо. Так. Крепкий какой, вряд ли я его открою. Ясно. Нам надо знать пароль. Так, подождите. Я папку, беру папку, а мне замок открывает. Ой, господи. Открыть. Ну, ладно, мы не будем. Только стоять. Штука. Да нет. Я ж... Подсказка. Так. Да, посмотреть. Что-то написано. Все по-английски. Я вам не буду по-английски читать, ломать язык свой. Так, да, этот администратор. 1927. Дерсету. Хорошо. А! Вот гадость. Рут Талленд. 29, полужинский, комната 2. Ответственное лицо мистер Элли Талленд. Отец. Адрес Бургунди, стрит, французский квартал. Причиной приема. Отец Рут хочет убрать дочь подальше от ночной жизни Нового Орлеана. Боится, что я чересчур с освободолюбил и нравом очерняет семейную репутацию. Личная история. Рут из богатой семьи, владеющей на искакими отелями ресторанов. В отличие от остальных родственников, тяга мистер Элли Талленд к приключениям принесла ее по всему земному шару. Включая Францию, она была там фото-журналистом во время Великой войны. Последние 10 лет ходят слухи о том, что она ли распутница, чуть ли не нефоманка. Ужас. Диагноз. Несмотря на банальной причины отдать точно наше попечение, случай Рут действительно любопытен. Она невероятно открыта и не стесняется говорить о своей жизни во время войны или непрерывном веселе после возвращения из Штаты. Девушка признает сексуальные девиации и не исключает угрызения совести. План лечения. Простое пребывание в Дерсетто сотворит с Рут чудеса. Если не с ней, то хотя бы с репутацией семьи. Девушке не надо меняться, но с помощью терапии я, возможно, смогу привить ее сочувствие к семье. Я сомневаюсь, что у нас с цепеницей станет такой же скучной, как они. Но, по крайней мере, Рут может попытаться быть сдержанным в будущем. Окей. Заняты данные обо всех пациентах, кроме Джереми. Так, давайте глянем еще сейф. Нам надо, короче, какие-то данные. Я думаю, что мы откроем их не скоро. Стоп. А тут что висит? Ничего. Жалко, не совсем можно взаимодействовать. А, нельзя, да? Давайте в комнату номер 6. Так, а где наша мапа? Так, нам надо в комнату номер 6. Так, карта оранжерей, библиотека, кабинет. Так, фойе, да? На второй этаж нам там закрыто. Приемная. Исследована, исследована. Библиотека закрыта. Второй этаж. А где комната номер 6? Туалет. Чердак. Думаете, я помню? Головоломка. Гараж. Оранжерей закрыта. Котельная. Так, а что у нас есть? Не связано, что я направлялся на себя дурой перед доктором. Так, астрономический, который поднимается в блокноте. Здесь это, который поднимается в блокноте. Здесь, что здесь на природе, здесь колодец в благороде. Хорошо. Так, давайте мы, знаете что, выйдем наружу. Оружу. Так. Где мы там находимся? Оранжерей, площадь, обеззол. Так, закрыта. Твоя лестница приемная. Площадь, библиотека, комната. Колодец. Площадь, библиотека, комната. Не надо бы тащить Джереми. Ну, мы спуститься можем. Я даже не посмотрел, что это за комната. Еще раз разговоры. Опять. Оу, мадам какая. Леди. Это кто за леди? А что она закрыта была вообще? Закрылась сама себе алкашка, пьет там. Блин, у меня от воды вон мокро все. Конденсатор, рестакан протекает. Так, давайте, дамы, мне уже пора завершать серию. Вечер добрый, мисс Хартвуд. Ведь вас так зовут. Мне было очень неловко, если нет. Вы не ошиблись, Эмми Хартвуд, племянница Джереми. Очень приятно. Рут, Рут Талленд. Не люблю курящих женщин, ну, честно говоря, не нравится мне. Перекурите, как невыносимо обыденно. А, типа, пускай, он мне нравится. Типа, дешевый? Поделитесь со мной, аромат так навевает на меня ностальгию. Ностальги. Ностальгик. О, ё-моё. Если что, я против всяких однополых. Ну, не против, не как бы против пропаганды этого всего. Ну, как, оправдались ожидания? Нравится мне ваш настрой, мисс Хартвуд. Мы могли бы стать хорошими друзьями. Могли бы. Жаль только, что вы заперты в этой лечебнице. Всё-таки эта лечебница. Ваша неискренность освежает. Ладно, вы будете так и уже безумны, как я. Могли бы и остаться. А, дайте мне ещё пару лет и посмотрим. Безумно, это у нас семейные. Вот и славно, буду ждать с нетерпением. Вы, случайно, не знаете, что именно произошло с Джереми? Вы всё здесь очень странно себя ведут, поэтому сложно бывает понять услышанное, но это иногда звучит оно весьма волнующе. Все здесь очень странно себя ведут. Добро против зла и всё такое. Простите, но не думаю, что смогу рассказать что-то полезное. Всё в порядке. Спасибо за возможность провести дух. Это вроде как по-французски. Жалко, комнату нельзя обследовать. Может быть, что-нибудь можно было бы найти. А, можно. Так, Эмили удивилась тому, насколько по душе ей была комната Рут. Было в ней что-то знакомое и приятно. А будто они дружили уже очень давно, мы просто забыли друг о друге. Хорошо. Это library. Так. Рассказка. Забытая плантация Лизианы. Забытая Терико Брикло. Десерт это был маленькой плантацией на восточном берегу озера Паншар Трен. Земля там считалась неподходящей для промышленности. Её в 1818 году продали Элайе Пикфорду. Всего за 30 долларов. Пикфорд нанял в совсем новом Орлеане сотни рабочих, которые расчистили леса и построили на берегу озера небольшой особняк с потрясающим храмовым фасадом в стиле греческого возрождения. Вплоть до начала гражданской войны в Дерсетто небольшом количестве выращивали табак, перик и индиго. До военной эпохи Дерсетто был источником многих слухов о водой колдовстве. Те, кто путешествовал по Орусу, сообщали о людях, танцующих по ночам у костра, облияя и завывая. 17 июня 1862 года капитан Джордж Нортон во главе десанта северян высадили в Дерсетто с озера, чтобы заходить в поместье и освободить рабов. По собственному позднейшему признанию, капитан был удивлен тому, что работники сопротивлялись небывалым рвением. Нортон описывает этих мужчин и женщин как разъяренных фанатиков. Пикфорд попытался был решить дело с миром, но в суматохе его застрелили. Капитан Нортон оставил горящее поместье и отступил солдатами и кораблям. После этого Дерсетто лежал в руинах несколько десятилетий. Право собственности надземно долго оспарилось и в 1901 году вернулось к семье Леду. В последующие годы Леду регулярно обращались к полицию, пытаясь избавиться от лагеря скваттеров на своей земле. В несколько раз законники прогоняли нарушителей, но те всего возвращались. 1 ноября 1907 года инспектор полиции Легрос устроил смертоносный рейд, чтобы спасти похищенных с каттерами детей. Многие были убиты и еще больше посажены за решетку. В следующем году Леду перестроили Дерсетто, ставь уцелевший каменный фундамент и добавив прекрасную оранжерею из кованого железа. Сельскохозяйственного года давно заросли лесом, поэтому использовать поместье в качестве плантации было уже невыгодно. Вместо этого поместье стало домом для богемы. Поселение художников Астарта было успешной группой деятелей искусства, куда входили художник Генрих Кассель и поэтесса Норракит. Астарта также прославился любимым всеми шоу пираты Паншар Трена на Марде Гра. 29 сентября 1915 года полуизиане пронес тропический ураган, из-за чего озеро Панштартен затопило Новый Орлеан. Из-за удаленной Дерсетто чужаки только через две недели узнали о том, что поселение художников забросили. Все 12 жителей поместья пропали без следа. Пустой поместь Дерсетто по-прежнему стоит на берегу То есть это про тот особняк, в котором мы находимся, я так понимаю. Да, очень мистический и загадочно. Так, давайте все осмотрим, чтобы нам уже как бы так... Ну и зададим пару вопросов этой дамочке. Так, мы этим путем, наверное, заходили. Давайте спросим, поговорим с ней. Свет дали города Болескина весьма неплохая. Вы знаете, где сейчас дектиканли? Он вам совсем не нужен, вы сами отлично справляетесь. Думаю, мне пора идти. До встречи, моя Шири. Так, ну что. Я думаю, нам тоже пора завершить эту серию. Сохраняемся, ребятушки. И на этом пока. Так что всем до следующего видео.